В день памяти священномученика Климента Римского венкерманскую обитель его имени паломники приезжают. Севастопольцы приходят неизменно в любую погоду, из года в год. Слава о делах великого подвижника из Рима, мученически окончившего жизнь в ссылке здесь, в Крыму, так же велика, как и благодать, которую он стяжал каждый день своей жизни. Вообще удивительное почитание. Имя Климент переводится как «милостивый». Поэтому мы благодарим братьев монастыря, наместников всех вас за эти свято-климентовские торжества и желаем вам милости Божией, радости и любви в ваших сердцах. Родившийся в знатной семье сенатора из родов Лавиев, получив блестящее образование, будущий священномученик, услышав о вере Христовой, отправился на восток. Встреча с апостолом Варнавой, внимание его проповедям и благовествованию апостола Павла, крещение от апостола Петра, который и рукоположил его в епископы римской кафедры, четвертым папой. Его горячие и блистательные проповеди зажгли огонь веры Христовой не в одном сердце. 416 вельмож одновременно крестились после одной из них. Конечно же, языческий безвожный мир, а с ним вместе и враг родочеловеческого сатана, не мог потерпеть такого удара и ущерба, потому что многие из императорской семьи приняли крещение после проповеди и жизни. Почему же именно его слово было настолько ложилось на сердце человеков? Да потому что сам он, выросший в языческом мире, знал всю скверну, все весь бессмысленный опыт этого жития, когда человечество в язычестве жило ради только этого века. Кому поклонялись язычники? Выдуманным богам, на самом деле идолам? Богам удачи, богам войны, богам власти. То есть они поклонялись бесам и страстиям и просили их ни о чем другом, как быть богатыми, знаменитыми, успешными, здравыми, властными на всей земле. Своим примером, отказом от славы, власти, богатства, епископ Рима поражал власть придержащих, убежденных, что лишь здесь и сейчас происходит настоящая жизнь, и надобно торопиться, наслаждаться, самоутверждаться, торжествовать. Император Домициан Деметил Флавий, обеспокоенный растущим влиянием Климента, в том числе и на его близких, без обиняков предложил. Либо жертва отеческим богам, либо в ссылку за морем. Держать удар власти и держать слово перед богом епископу было привычно. Христу молиться можно везде и в ссылке, а отречься от бога невозможно. Святитель Климент приезжает в нашу с вами далечую страну, которая также была прелесть языческой. Но здесь он обречил уже первых христиан, которые были крещены от самого апостола Андрея Первозванного. Он обречил учеников апостола, которые также были в ссылке и также трудились на сей каменоломне. Святитель Климент поражает окружающих своей простотой. Будучи епископом Рима, на тот период главенствующий в христианском мире, он со всеми наравне несет тяжелые каторжные работы. Инкерманские каменоломни не надломили дух мужественного проповедника и подвижника. До 500 человек крестились им здесь ежедневно. Видя несчастных, утоленные жаждой, он просит Бога о даровании источника. И на всем месте образуется источник. Сегодня сей источник бьет ручьем и основал озеро святителя Климента. Наместник, братья, паломники готовятся к причастию, повторяют слова молитв перед чашей со святыми дарами. Священномученик Климент, имея сегодня особое дерзновение, молится у престола Божия, невидимо пребывая здесь. В нашем монастыре есть частица мощей, которая была передана от главы священномученика Климента, что находится сейчас в нашей братской стране, в Киево-Печерской лавре. Сегодня, когда мы с вами видим всю несправедливость и гонение святой церкви на Украине, мы с вами должны видеть пример чиномученика Климента, что с Богом можно молиться и в изгнании, и в пещерах. Он не сохранял свое имущество, свою кафедру. Он сохранил свою веру в Бога. Архимандрит Калиник, поздравляя и празднуя День памяти священномученика Климента, вместе с братьями не забывает о том, что война, духовная прежде всего, рядом. Нам не стоит устрашаться. Нам не стоит возмущаться. Переживать или тревожиться. Сегодня, когда мы слышим о нечестивых, которые приходят во время божественной литургии, женщины заходят в алтари святые и делают описи так называемого имущества. Когда сегодня преследуется каноническая церковь, мы должны знать, что Бог не силея правде, а правда Бога, что церковь поругаема не бывает. Да, она может претерпевать изгнание. Да, ее можно физически закрыть, изгнать духовенство и народ Божий. Но невозможно изменить молитвенного соотношения христиан с Богом. Духовная брань мобилизует, сосредотачивает, делает трезвенным и внимательным к происходящему там и здесь совсем рядом. И сегодня любые попытки сей монастырь перевести в некий просто культурный объект мы будем отражать молитвами священномученика Климента Римского монастырь сей действующий, монастырь сей мужской, которым проходит ежедневно божественная литургия. И именно с заступничеством Климента Римского сей монастырь возрождается. Возрождаемые святыни традиционно в храмовый день подарок от известного историка Вадима Прокопенкова, главы Севастопольской региональной организации наследия святого Климента Римского. Монография из серии «Старинный путеводитель». Инкерман, Инкерманская киновия. Мы удивляемся, как широко, как всемирно и безгранично почитание святого Климента. Это касается всех городов, стран и континентов. Но для нас особо ценным и особо важным является его почитание на Руси. К сожалению, многие храмы, еще посвященные святому Клименту, не восстановлены. Но, тем не менее, нам удается собирать в России те крупицы, которые связаны с почитанием Климента. Это его иконографические образы, какие-то труды о Клименте, церкви, приходы, школы, которые были посвящены в России до известных событий революции. И в этом году наша коллекция очень сильно пополнилась. В году минувшем Вадим Николаевич презентовал здесь же уникальный историко-документальный художественный альбом об Инкерманской святыне. Мы планируем следующее издание, которое будет посвящено, конечно же, истории этой обители, но и почитанию святого Климента во всем мире. Но вот для нас особо ценным является почитание на Руси. И одна из первых книг, которые нам удалось найти, это книга, которая была издана 144 года назад Фёдором Васильевичем Ливановым, юристом, кстати, путешественником, который побывал в этих местах. И мы открываем этой книгой и книгой о Херсонесе серию «Христианское наследие Тавриды». И вот две книги в этом году мы представляем вам. Одна о Херсонесе Корсуне, которая связана с именем князя Владимира, а имя святого Климента тоже связано с этим великим святым. Называется она «Инкерманская киновия». Хочу обратить внимание, что книга написана в 1874 году. Прошло всего два десятилетия, а перед этим была Крымская война, которая разрушила Севастополь до основания. Всем было очень трудно, но тем не менее, эта обитель, которая была воссоздана трудами святителей Иннокентия, архиепиского Херсонского и Тавридического в 1850 году, начала своё возрождение. И вот в этой книге, этим таким сочным языком, который сегодня во многом утрачен, рассказывается об истории Инкерманской долины и об истории этой обители, и, конечно же, о святом Клименте Римском. Личность Климента Римского и его труды и подвиги, наследниками которых мы являемся, яркий пример, не книжно-архаичный и не плакатно-лубочный, совершенно конкретный, подлинный, подкреплённый всей его жизнью и смертью. Именно своим примером, отказом от власти, богатства, отказом от должностей, он поражал и задумывалось окружение императора, если сей муж принял Христа, стал епископом, проповедует, значит, в этом есть правда. Именно благодаря святителю Клименту сегодня мы с вами имеем возможность молиться на нашем родном языке, имеем с вами культуру славянской письменности, имеем с вами культуру славянского народа. Он является покровителем христианства в Руси. Ко времени прибытия в Крым равноапостольных учителей Кирилла и Мефодия, направляющихся на проповедь к Хазарам, море, где были скрыты под спудом мощи священномученика Климента, уже 50 лет не отступало. Следует рассказать, что язычники утопили, привязав к якорю измученного Климента, надеясь, что память о нём и слава о его подвигах навеки поглотит морская пучина. Не вышло ничего. Каждый год в день его кончины море отступало, обнажало скалу в виде храма, где покоились святые мощи. Солунские братья чудесным образом обрели святыню, доставили в Рим к императору с просьбой перевести Святое Писание на язык, понятный славянам, азбуку к которому они уже составили. Сегодня время возрождения памяти священномученика Климента Римского. И этот прекрасный древний монастырь, который возрождается от дня в день, является символом чистоты, веры и покровительства самого Климента. Сколько сей монастырь претерпел и в языческое время, когда безбожные магометяне, пришедшие, разрушили его основание. И последующее безбожное время советской власти, когда задумались затопить сей монастырь, подходя, избирая камни все ближе к нашим пещерам, но Климент защитил сию обитель. Как рождается ребенок, так рождается и христианский народ в духе истины и свободы евхаристического общения. В его основе стоит тайна богообщения. Редактор субтитров А.Семкин